Бескрайние просторы земли русской, ценность, преподнесенная в дар нашими предками, пользуется и заботится о процветании, исторический завет современному человеку. Как сделать жизнь лучше, а быт комфортнее, чтобы на Руси все-таки стало хорошо жить всем, от мала до велика? Ответ простой – воспитать или скорее возродить в себе чувство хозяина. Это привычное словосочетание прочно вошло в нашу жизнь, но в большинстве своем люди воспринимают его как обладание каким-то имуществом, собственностью. Правда, есть и немало людей, которые подразумевают под этими словами больше ответственности и заботу, чем владение и потребление. О них и пойдет рассказ в нашем фильме. Сельское поселение Дубровицка объединяет четыре поселка – Дубровицы, Кузнечики, Поливаново, Санаторий Родина и восемь деревень. Здешние места по праву славятся далеко за пределами земли Подойской, живописной природой и богатым историческим наследием. Постоянно зарегистрированного населения здесь 6,5 тысяч человек, всего же фактически проживающих более 15 тысяч. Будние праздники жители сельского поселения проводят сообща. В Дубровицах сложился особый уютный микроклимат. Практически все знают друг друга, любят общаться, тем более что поводов всегда для этого много. Самый главный праздник – День Победы – ежегодно собирает наибольшее количество односельчан и жителей соседних районов. 8 мая в парке поселка Кузнечики Подойского района состоялся большой праздник, посвященный очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этот день у памятника Таран в честь героя Советского Союза Виктора Тололихина было особенно многолюдно. Ребятишки помладше лазили по образцам военной техники, с интересом осматривая каждые детали. Школьники подходили к ветеранам, на груди которых блестели ордена и медали, благодарили их за победу и дарили цветы. Многие учащиеся заранее подготовились к этому священному празднику, и в назначенный день все смогли увидеть плоды их труда – выставку детских художественных работ, фотовыставку «Манш», многочисленные театрализованные представления. Молодые парни и девушки, одетые в форму тех лет, пели военные песни, остальные с удовольствием присоединялись к ним. Началась процедура зажжения символического вечного огня в память всех павших в годы Великой Отечественной войны. Великолепную боевую подготовку продемонстрировали воины одной из частей Подмосковья. Они показали отличные навыки стрельбы и ведения рукопашного боя, чем вызвали настоящий восторг детворы и уважительное одобрение старшего поколения. Затем начался импровизированный парад, в котором участвовали воины российской армии, бойцы объединения «Патриоты Подолья», отряды школ Подольского района. После этого ветеранов пригласили в палатку на праздничный обед, а участники митинга направились в парк, где продолжились народные гуляния. Здесь же состоялся концерт, где артисты выступали возле бортовой машины, совсем как в мае 1945-го. В канун Дня Победы были возложены цветы к обелискам павших земляков в деревне Булатова, поселках Дубровица и Поливаново. Знаковым событием в летописи жителей деревни Булатова стало строительство Уаровского храма, приписанного к Знаменскому храму. Все деревни любовались на то, как воздвигали купола, в золотом блеске которых отражалось солнце. Сегодня в этой православной церкви уже проводится богослужение. А в поселке Дубровице строительные работы нового здания для школы искусств продолжаются. На месте старого здания Дома культуры возводится современный культурно-досуговый комплекс, в котором будут располагаться разнообразные творческие кружки, а также органный зал. Идет все по плану. Как быстро, видите сами, наверное, видели, что год назад еще практически ничего не было. И сейчас уже на стадии инженерных сетей, отделочных работ. Поэтому надеюсь, что в срок мы уложимся, сдадим. Жители соседних домов радуются, конечно, тому, что в поселке будет свой дворец искусства и творчества. Но очень уж беспокоят их это активное строительство в непосредственной близости. Особенно мешал шум в первое время. Да еще и движение на дороге возле дома стало слишком оживленным. Терпят неудобства и просят поддержать их хотя бы морально. Просьба у меня поставить доску затерпения на здании этого будущего культурного центра. С благодарностью к жителям. Затерпеливы их отношения. В другом дворе возле 17-го дома Татьяна Шилова рассказывает, как совместными усилиями с администрацией жители вышли на уборку и очистку территории, на которой потом поставлена детская площадка. Все довольны новой детской площадкой и уборкой территории подъездов и экономным освещением. Но капитальный ремонт в подъездах уже очень ждут. Хотелось бы ремонты сделать в подъездах для наших пенсионеров. У нас в основном здесь живут пенсионеры. Им сложно собирать от них деньги. И поэтому порожки, козыречки, чтобы не падало ничего. А так, в принципе, нас все устраивает. Всегда чисто, хорошо. И люди у нас приветливые. Кстати, моральная поддержка друг друга в трудной или проблемной ситуации характеризует жителей Дубровицкого поселения как единое общество. В поселке Плеваново готовились жители к летнему конкурсу «Цветы подолья». Совместными усилиями сделали красивейшую клумбу. В ночь перед смотром кто-то ее безнадежно испортил. Погоревали недолго. Взяли и сделали новую конкурсную работу в тот же день. Не опустили руки и не озлобились. Теперь жители хотят совместно с администрацией продолжить обустройство своего двора. Построить для подростков и взрослых спортивную площадку. Детские площадки и для мальчишек, и для всех должны находиться на территории поселения. И чтобы, по крайней мере, все это было на глазах у родителей. Свои просьбы и чаяния жители Дубровицкого поселения не стесняются высказывать администрации. Все как один подтверждают, что на их просьбы отклик всегда есть. Не всегда хватает средств, но проблема рано или поздно решается. Поселок Кузнечики, или как его называют сами жители, военный городок, не остается без внимания. Фасад этого дома реконструирован, утеплен и покрашен. А в этом доме произведен ремонт подъезда, заменен лифт. Заглянув в небольшую комнату при входе в подъезд, мы увидели увлеченные играющих в домино жителей этого дома. Оказалось, что здесь их любимое место для общения. Как часто вы здесь все играете? Как же день? Почти каждый день. Хорошо? Удобно? Ну, удобно, только немножко прохладно. Старший по дому Владимир Чеботков обозначил и проблему, которая есть у жителей этого дома. Кровля требует капитального ремонта и как можно скорее. Есть проблемы, конечно, с уборкой территории в городке, но это на 50% еще и вина жителей нашего городка, жителей и нашего дома. Вот видите, если посмотреть, стоят машины, и никакими судьбами здесь жильцов не заставишь их эвакуировать хотя бы на время уборки. Собирая информацию о том, как живут в разных поселках Дубровец активные и не очень жители, оказались в поселке Санатория Родина. С дороги привлекла внимание жизнерадостная окраска одного из домов. Оказалось, что прежде чем делать ремонт фасадов, управляющая компания поинтересовалась у жителей, в какой цветовой гамме его выполнять. Два дома оказались в итоге одинаково красивыми, но выполнены в диаметрально противоположной цветовой гамме. Такие разные вкусы у соседей одного поселка. Во всех подъездах сделан ремонт, жители очень рады этому. Нам нравится ремонт, нормально сделали, нас устраивает все. После ремонта прошел год, и в одном отремонтированном подъезде чистота, и на окнах стоят цветы, а в другом стены запачканы, и на окнах пластиковый стаканный мусор. Контрастное восприятие мира и места своего обитания. Ремонтные работы в поселке Санатория Родина продолжаются. В частности, в подвальном помещении 6-го дома выполняются сантехнические и отделочные работы. В деревне Кутино жизнь также не стоит на месте. Недавно в деревне появился продовольственный магазин с современным оборудованием и современный шиномонтаж. Это плод труда одного из активных жителей деревни. Сергей Сухинин, председатель инициативной группы, говорит о самом главном деле, которое хотят осилить жители деревни Кутино. Не без помощи, конечно, администрации поселения. Вопрос. Для того, чтобы нам было комфортно и удобно жить, нам нужна канализация. В каждом уголке Дубровицкого поселения жителям есть, что попросить и пожелать. Все подтверждают, что делается много полезного, но ведь жизнь не стоит на месте. Если раньше просили водоснабжение провести, то теперь и до интернета дело дошло. В деревне Луковня в 2013 году 30 многодетных семей получили земельные участки. В феврале мы видим, как уже выросли здесь несколько новых просторных домов. В деревне детишек становится все больше с каждым годом. Им понадобится детская или спортивная площадка, беседка, чтобы родители не беспокоились за их досуг вне дома. Вторая у меня проблема по деревне – это бытовой мусор. Никак не можем эту проблему решить. Прописанных на деревне очень мало, а существующих, проживающих, довольно-таки много уже стало семей. С города едут на речку, в лес гулять, и с этим мусором мы вообще не можем никак бороться. Проблемы мусора весной и летом приобретают такие масштабы, что даже регулярные раз в неделю субботники не дают ощутимого результата. Засучив рукава, администрация Дубровецкого поселения во главе с Александром Литвиным, члены общества охотников и рыболовов, жители, честят берега и склоны реки Пахры. Отдыхающие оставляют после пикников горы отходов, не утруждая себя уборкой. Приходится за чистотой следить хозяевам. Обидно, когда твой труд не уважают, да к тому же в рейтинге по благоустройству звучишь не лучшим образом. Ведь все сообща стараются, и с низкими оценками жители Дубровец не согласны, могут и поспорить. Мы были на обращении, мы активно, я там была, когда Андрей Юрьевич очень правильно поставил пять принципов. Вот это честная власть, близость. Вот как в нашем подольском районе, какая власть? Владимир Владимирович Путин говорит, там руку поднять, а у нас ближе. Мы даже в объятиях работаем. У нас 15 тысяч ветеранов. И от имени всех, вот они сидят, мы скажем. Это неправильная оценка. Вы побудьте у нас, послушайте нас и посмотрите. Продолжая тему чистоты и порядка, свое мнение высказывает и жительница поселка Дубровица Надежда Фомина. Нужно обязательно стараться быть самим аккуратным. Вы посмотрите, какая у нас природа. У нас площадка около дома построена для детей специально. Но ведь мы же ухитряемся даже на этой площадке оставить мусор, не донеся до контейнера. Так нельзя себя вести. Ведь понимаете, чисто не там, где убирают, это правда истинно избиты, а там, где люди не мусорят. С детства прививается ребенку чувство заботы и внимания к своей малой родине. И как хорошо, что маленькие жители Дубровицкого поселения получают воспитание и образование в новой красивой школе. Этот год для нас действительно знаковый, потому что никогда еще у нас не было такой территории, никогда у нас не было такой школы. И мы не сразу осознали, что мы получили. То есть мы строили эту школу и не видели, что в конечном итоге получилось. А как говорится, да, лицом к лицу лица не увидать большое, видеться на расстоянии. И вот сейчас, когда уже прошло время, когда мы вот от этой эйфории отошли, что у нас большая школа, мы понимаем, что есть еще место для творчества. То есть школу нужно, вот ее построили, теперь ее нужно наполнить, наполнить чем? Духом творчества, наполнить детскими поделками, наполнить теплом, наполнить, ну, ну, всем тем, чем когда-то вот славилась та старая Дубровицкая школа. Потому что дух старой Дубровицкой школы мы внесли в новую школу, ну, еще и привнесли что-то новое свое. Жители поселка прославляют Дубровицей в Подольском районе, и в области, и по всей России. Трудно перечислить все достижения дубровчан в спорте, в культуре, в других сферах. После ежедневных забот и усилий особенно приятны совместные праздники. В день праздника труда отдается дань признательности и уважения ветеранам. День поселка в Дубровицах – особенный праздник. В этот день чествуют почетных граждан, а также поздравляют родителей с первенцами. Младенцев, новых жителей Дубровиц, одаривают и даже выручают медали. Этот праздник собирает очень много людей разного возраста. Полезными делами наполнена жизнь дубровицкого поселения. Да и отдыхать здесь не забывают, ведь не зря люди говорят, что истинный хозяин земли ее день вспахивает, а вечером всей душой воспевает.